стрекоза и муравей как большинство юношей в большом портовом городе а было это в южной пальмире согретый теплым нежным солнцем омытый солнечной морской водой любил знакомиться с девушками темпераментные острые на язык знойные южанки юля девушка юная 19 лет ее густые темные волосы струились волнами ниже плеч плечи переходили в упругую небольшую грудь просвечивающая сквозь полупрозрачную блузку слегка заметный животик упругую попу и ножки которые хотелось обнять а там мать природа подскажет что делать и я бы и так не забыл на момент знакомства мой гладко выбритый лысый череп давно поблескивал солнечными бликами посылая солнечных зайчиков во все стороны познакомились с юлей на одной из ярмарок хэндмэй где я был организатором а она участником она изготавливала своими утонченными пальчиками из витражного стекла светильники разбрасывая яркие разноцветные пучки света в разные стороны мне казалось очень романтичным знакомство через пару минут разговора выяснилось о том что у нас немного общего начинает ее фамилия на удивительным образом совпала с фамилией моего прадедушки который был заядлым большевиком регулярно посещал места не столь отдаленные до этого дружелюбно размахивая металлическими предметами в виде нагана перед лицами царских офицеров и заканчивая любви кофе шоколаду и спиртным напитком она любит пить текилу назревала интригующая взаимосвязь физиологических противоположностей один из нас может выпить больше я даже знаю кто недолго думаем впрочем как и всегда думать лысым черепом образующим блики в разные стороны очень сложно это занятие не для светлой головы одновременно думать и светить тяжело я позвал ее на свидание к моему приятному оцениваю шансов на то что мы с юлей юля согласилась несмотря на разницу в возрасте 30 лет мне уже грезились романтические фантазии наливавшие теплом как вы понимаете не очень молодое тело опустим все подробности флифта конфетно-буфетного процесса и перейдем к сути на втором свидании как мне казалось за 35 лет опыта разговорного жанра и обольщения да у меня накопилось неимоверное число историй антреприз байк с которыми я начинал подводить дам к близости реакции юли можно было понять что пора переходить ближе к телу друг другом обняв ее взглядом решил рассказать новую интерпретацию басни крылова стрекоза и муравей до этого момента она реагировала очень живо на мои остроты убеждая в правоте выбора в пользу юли варианты были к ее безогрязненным внешним данным милому личику бездонным карим глазам прилагалась своя квартира ум и прекрасное чувство юмора надо заметить что басню стрекоза и муравей рассказываю 30 лет иногда чувствуешь себя 50-летним сорванцом в коротеньких шортиках со шлейками наискосок и в колготках протершихся и вытянутых на коленках озорнул вскочив на деревянный табарет и начинаешь повествовать всеобщему изумлению зрителей услышал эту басню ее версию в годы своей юности когда работал грузчиком в магазине жигули в восьмидесятые годы прошлого столетия страшно подумать прошлый век чувствуешь себя сразу важным человеком почти интеллигентом с деревянным ящиком в руках в те годы была очень престижная должность грузчик в магазине запчастей доступ дефицитным запчастям для жигулей делали тебя незаменимым человеком в любой компании чем я всегда с удовольствием и пользовался меняя неисчислимое число компаний где нахватался множество историй баек не говоря уже о личных приключениях старая басня на новый лад как говорится современный крылов чувствуешь незримую связь классиком и вот ты уже почти пушкин ай да ну не то чтобы сукин но все таки начиная свое повествование под восторженный взгляд бездонных своей нежностью глаз юли вы помните о том что я стою на табуретке по прыгу не стрекоза выжду в небольшую паузу после приятного смеха и комментариев юли на мою предыдущую шутку весна муравей в поле пашет сеет разгибает натруженную спину вытирает руками вот поднимает голову видит стрекоза у легком платьички на высоких каблуках муравей кричит стрекоза ты куда в кабак лето муравей собирает яблоки фрукту трудится подрезать деревья поднимает голову видит стрекоза солнце защитных очках легком платочки на высоких каблуках он есть стрекоза ты куда небрежно отвечает кабак удаляя сторону цивилизационного развития грациозной походкой осень муравей весь труда копает картошку собирает урожай разгибает натруженную спину вытирает под смотрит стрекоза в легком платьичке на высоких каблуках у нее стрекоза ты куда небрежно кабак зима муравей сидит в избушке пьет чай с медом вишневым вареньем пряниками протирает за индивешие окошко смотрит стрекоза выходит из мере на последней модели меховом манто шикарных дорогих кожаных сапогах на снегу блестят бриллианты он выскакивает на улицу и кричит стрекоза ты куда она небрежно не поднимая взгляда кабак слушай увидишь там крылова пошли вон нахуй ироническая улыбка юлии саркастический смех меня убедил что я на правильном пути дальнейшее развитие событий приобрело интересный неожиданный поворот юленька пристально взглянув мои глаза заявила именно эту басню детстве мне рассказывал дедушкам холодная дрожь пронизывающими иголочками изнутри поселилась не только в том месте где раньше трепетала наливающийся теплом плоть но и пробралась в затылок от гладко выбритого затылка со складками расправившись благодаря любви геденизму которого плавно переходила волосатую спину где превращалась в иголочки и превращала меня в ежиком ежик без головы и ножик лихорадочно колотилась в покидающем меня сознание холод постепенно охватывал все тело несмотря на то что на улице было лето и порядочно тепло ежик подумал что ему пора линять пометую что в басне крылова ее новой интерпретации такого скажемого персонажа как ежик не было но был разговор с зимой и я понимаю что я пролетаю сравнил сравнила меня с дедушкой по возрасту со своей начиная медленно осознавать призначно всех моих иллюзий и всех моих надежд на слияние с юным телом ежик так ежик укушу эту змею либо я ее либо на меня медленно приходя в сознание юленька начал я наступать ты мне очень нравишься в этот момент в ее глазах проскользнула смесь эмоций удивления сарказба иронии и желания слинять непроизвольно откинув назад копну пышных волос и заламывая кисти рук понимая что не хочет ссориться со спутником ты мне очень нравишься ты талантливый выдавила она из себя мне нравится то что ты делаешь и что-то еще говорил о моих достоинствах эти слова проходили мимо моего сознания постепенно отдельные слова влетали в меня как новые порции яда и это меня окончательно добило меньше всего я хотел с ней говорить о таланте обреченный вместе с юлей укутывая ее нежным взглядом мы зашли в кафе которая встретилась нам по дороге мне еще мы еще что-то говорили мне еще что-то грязилось болтали несколько часов ни о чем после чего провел ее домой остались хорошими приятелями и поддерживаем общение смотря на юлю в тот день ко мне пришло осознание мое лето закончилось и ноги я я я я я я я я Продолжение следует...